итак друзья заводы делают временные остановки которые в скором будущем возможно будут останавливаться неоднократно поставки автомобилей из других стран также остановлены из-за непонятной ситуации с падением курса никто не хочет терять деньги автосалоны поднимают цены а многие вообще перестали продавать даже то что сейчас есть в наличии поэтому эксперты сделали заявление что из-за такого поднятия цен автопарк в российской федерации будет стареть и начнет серьезно ломаться но перед тем как рассказать все подробности если вас не затруднит попрошу вас поставить лайк под видео а если вы здесь впервые можете подписаться на канал буду очень признателен и мы начинаем сегодня российский экономический сектор оказался под серьезным давлением других стран на данный момент 140 стран объединились и вводят ограничения и запреты на ввоз высокотехнологичных товаров кроме этого курс национальной валюты рухнул просев сразу же более чем на 30 процентов это также усложнит импорт товаров в россию даже из китая и цены поползут вверх пока все поставки приостановлены но даже если они возобновятся цены будут космическими как отметили эксперты главной проблемой для автопрома станет уход зарубежных компаний с рынка россии это значительно снизит количество предложений новых автомобилей а российские компании не смогут компенсировать этот провал так как в россии есть только уаз и лада которая в лучшем случае сможет выпускать только ниву это приведет к тому что россиянам попросту нечего будет покупать в автосалонах даже по заоблачным ценам которые на сегодняшний день просто шокируют как итог устаревание автопарка будет неизбежным если по итогу на первую половину 2021 года сообщалось что средний возраст автомобилей в российской федерации составлял почти 15 лет то сейчас эта цифра будет расти очень стремительно отметил автоэксперт новиков кроме этого всем тем кто сейчас пишет в комментариях пусть уходят все и так далее не торопитесь делать поспешные выводы это всего лишь защитная реакция на данный момент сообщается что запчасти также перестают продавать так как нет определенности с ценообразованием и соответственно нет гарантии что новые поставки вообще будут и может стать серьезный вопрос о том можно ли будет вообще отремонтировать иномарки которые сейчас у 90 процентов россиян поэтому отмена обязательного техосмотра сейчас сыграет очень хорошую роль так как по факту можно будет выезжать на поломанном автомобиле на дороге даже с критическими недостатками прошу заметить друзья это слова экспертов а что вы думаете по этому поводу очень интересно узнать ваше мнение поэтому давайте пообщаемся и подискутируем также буду рад если вы перейдете на канал для просмотра других роликов и конечно приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков до новых встреч